Встреча с Героем России о денежных выплатах семьям погибших и раненых. Делегации России и Украины провели второй раунд переговоров, в ходе которых достигли договоренности о гуманитарных коридорах для выхода населения и возможном временном прекращении огня. С российского рынка продолжают уходить крупные бренды и компании, а США и Великобритания ввели санкции против российских бизнесменов и членов их семей. Хитачи приостанавливает производство на заводе в Твери и экспорт техники в Россию. Говорится так в сообщении компании. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Закон об уголовной ответственности за распространение фейков о действиях ВСРФ порожден общественным запросом и соответствует потребностям сегодняшнего дня. При этом важно избежать злоупотребления при его применении. 15 лет. За любые сведения. И все это закрывается. 15 лет. Тюрьмы, конечно, друзья. А вы думаете, чего? На Гавайских островах отдых. Сенаторы одобрили закон об аресте активов и введении ограничений для иностранцев, посягающих на права россиян. Это какие же иностранцы посягают на права россиян? Наверное, те, кто собрались забрать яхту Абрамовича. Вот вы знаете, сколько лет Россия зарабатывала себе право, чтобы забыли 17-й год, чтобы забыли разорение Руси начала 20-го века. Сколько лет кровью и потом русский народ зарабатывал себе это право, чтобы его посчитали нормальным народом, без агрессии. Ну и мы в результате видим, что все вернулось на круги своя. Поэтому сегодня забирают все, всю собственность у иностранцев. Виновен, невиновен, а не важно, ты иностранец. Мы поживимся на тебе, то есть заберем и присвоим себе. Не народу, не в копилку, а себе. Ну, надо же возмещать свои убытки те, которые потерпели они за границей. Поэтому сенаторы одобрили закон об аресте активов и введении ограничений для иностранцев, посягающих на права россиян. Тех, конечно, которые за рубежом. Совет Федерации продлил срок амнистии капиталов, предусматривающий освобождение от уголовной ответственности. В 15 часов Песков пресс-секретарь президента заявил о том, что о подписании каких-либо документов в результате ведущихся российско-украинских переговоров речи в настоящее время не может идти. То есть речь не идет о подписании каких-то документов. То есть нулевой результат. Ну и вот в такое самое важное время для России, когда сконцентрированы все умственные возможности и способности народные на военных действиях, на погибших сынах Отечества, Президент проведет встречу с работниками культуры чуть попозже. Но сейчас важно сконцентрироваться на экономике. Он призвал не антагонизировать тех деятелей культуры, которые высказываются против военной операции на Украине. Хороший, плохой полицейский, хороший, плохой полицейский. Но 15 лет ждет, понимаете? То есть вы можете высказываться, так говорит президент, не надо антагонизировать всем другим. 15 лет их все равно ждет. Ну что вы там себе их клюете? Ну в принципе, друзья, все так выглядит. Песков. Шансов на успех у персональных санкций нет, если их цель сподвигнуть адресатов на отказ поддержки президента. Что-то мне речь Пескова сейчас очень напомнила речи Кадыровцев и Кадырова. Такая речь, когда один хвалит другого. Есть у нас такая башня за то, что хвалят они друг друга. Ассоциация туроператоров России зафиксировала ажиотажный спрос со 2 марта за границу в ближайшие даты. Цены на них существенно выросли. Самыми популярными направлениями стал Стамбул, Дубай. Рассказывают в ассоциации, текают, народ текает, народ бежит. Текает это украинское слово. Я его не употребляю в жизни. Но, друзья, сейчас мы ведь и там, и там. Мы не понимаем, что с нами происходит. Берут все подряд. Все сейчас туры. Они все будут браться за любые цены. Вот вам и выход, друзья. Вот вам и выход. А мы спрашивали, что делать. Так что сейчас туроператоры заживут шикарно. Они сейчас всех подряд будут отправлять и за любые деньги. И не важно какие. Важно человеку сбежать. Россию умом не понять. И о шинам умственным не измерить. А нет, его не существует для России. Песков также говорит, что Россия на переговорах не отказывалась от идеи деноцификации Украины. Ну еще бы. Что такое деноцификация Украины? Вот никак не могу понять. На Украине есть нацики, а в России нет нациков. Вот непонятно мне, знаете. А я видела Рогозина в молодые годы, так скажем, со своими жестами и соответствующими знаками. Рогозин, который возглавляет Роскосмос. Что, он отказался от своих идей? Так какая деноцификация в Украине? А в России-то, друзья. Ну вот, начали бы со своих родных пенатов. А сколько у нас неонацистов в стране? Их нету? Или я ошибаюсь? Или я не специалист по национальной безопасности? Друзья, да. Но без смеха такие новости невозможно читать. Иначе у вас уши завянут, друзья. Поэтому приходится веселиться. Плакать не хочу. Не буду. Ну зачем, друзья? Ведь есть какие-то вещи, которые можно так в легкую. Иначе они действительно, как гвозди, войдут к вам в душу. И вы будете очень переживать. Гвозди бы делать из наших людей. В мире бы не было прочнее гвоздей. Ну а что еще мы можем говорить о себе? Ну вот народ такой, он сам над собой смеется. Даже Маяковский посмеялся над сутью народной. Гвозди бы делать из наших людей. Неинтересно, а что еще можно делать из наших людей? Ну Маяковский дал определенные направления. Песков. Россия на переговорах не отказывалась от идеи геноцификации Украины. Еще раз вам напоминаю, чтобы вы понимали, что такое и для чего это вообще России нужно. Я не знаю. Они такую себе фишку выдумали. И с этой фишкой идут на переговоры. Вот такая сегодня стратегия и тактика у российского руководства. Нет, друзья, не у россиян. Россияне люди адекватные. А вот наверху какая-то галопирующая такая тройка. И причем тройка такая, как говорили Лафонтен и писатель Крылов, что лебедь рак до щука. Вот она вся тройка, которая мчится у нас с вами по головам. И россияне уже действительно сходят с ума от того, что такое мчится птица-тройка. Гастрономический гид Мишлен замораживает все проекты в России. Да незачем вам хорошо питаться. На Запад уехали те самые апостолы из кооператива Озеро, чтобы там питаться мишленовскими гастрономическими изысками. Да, скажу вам, знаете, это уже такое личное. Один отель в Швейцарии, популярнейший отель. Воды, термальные воды. И туда с 19 века русские графья ехали. И вот этот отель был в хороших, надежных руках. Он почти 5 звезд был, но что-то там не совпадало, но почти 5 звезд. Шикарный, чистый, идеальный. И вот они нормальные, вот они все замечательно. И мишленовский шеф-повар был. Изумительная еда была, великолепная. Сколько лет. А потом, ну, кризис, друзья, вы же видите, да, то там, то там. И вдруг в этот кризис покупает этот отель русский бандит, который сидит в тюрьме. А жена, а жена приехала управлять. Вы понимаете, что произошло? Какой-то мишленовский. Его сразу выгнали под зад ногой. Он не нужен, такой дорогой. Ну, зачем он нужен той публике, которая сейчас пойдет в это? Ну, так решила жена бандита, жена бандита. Вот такая ситуация в отелях сейчас начинает твориться. Конечно, сейчас этот отель, ну, на 3 звезды, наверное, тянет. И то нет. И все, что мы имели с каких-то давних пор в этом отеле, оно все позакрывалось. Жена бандита. Ну, что вы хотите, друзья? Вот он, русский менталитет. Поэтому Мишлену ходит. Жаль, конечно, друзья, но что делать? МИД Черногории объявил российского дипломата персоной нон-грата. Он должен покинуть страну в течение 72 часов. Минфин Российской Федерации приостанавливает размещение ОФЗ для физических лиц с 9 марта. Глава российского СПЧ заявил агентству РИА Новости, что вопрос возвращения смертной казни может стать при расследовании военных преступлений, в том числе в Донбассе. Ну, понеслась. Лебедь, рак да щука, птица тройка мчится по России. Сегодня после обеда Путин отказ иностранных партнеров от совместных проектов с Российской Федерацией наносит некоторые ущербы, но поставленные задачи в рамках проектов все равно будут решены. Еврокомиссия не исключает, что список отключенных от SWIFT банков РФ может быть расширен. А для примера, маленький-маленький пример, который все вам покажет. Акции Сбербанка сегодня стоят один цент. Вы понимаете? Цена акций Сбербанка стоит один цент. Ну, поэтому Россия, ваши налоги пойдут на то, чтобы возместить Грефу, не дочет, чтобы возмещать всем, членам Кооператива Озера, их деньги, на которые их нагрели на Западе, деньги, которые были конфискованы. А вы видели дворец, друзья, у Валентины Матвиенко в Италии? Шикарный дворец, такая красота. По-моему, 27 гектаров там и 650 метров площади, которая берег, берег, собственный песочный берег, выходит в это горячее море. Италия, юг Италии, красота неописуемая. Вот уж счастлива она в этом своем дворце, особенно, когда фу-фу раздает какие-то указания Совет Федерации. Ведь сейчас все работает виртуально. Вы думаете, они заседают, они заседают на своих виллах и осуждают, осуждают иностранные агрессии против них самих? Но они не осуждают все другие агрессии, а отдают приказы и поддерживают, и слезу пускают в своих обращениях на заседании якобы Совета Федерации или там СОЛБЕЗа в Кремле. Присутствуют ли они в настоящем или не присутствуют, или прилетают на день и улетают обратно. Но Россия для них токсична, друзья. Они не собираются свое время проводить в России. Ну зачем? Отдали распоряжение и полетели в шикарные дворцы в Италии. Так нежиться сейчас можно на берегу, на песочке. Такое хорошее время, вы не представляете. И что Валентине Матвиенко делать в стране, которая явно-явно токсичная для нее? Вот это цикл новостей. А сегодня у нас с вами 4 марта 2022 года. Я Таня Карацуба, Сеидбурхан. Не вешайте носа, друзья. Чиновники все вас бросили. Никого в стране не осталось. О-ля-ля, они все отдыхают на берегах. Они все, да все уже давно сбежали из России. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok